Массовые гибели диких животных и птиц в Зимовниковском районе. Тревогу забили местные охотники. Экологи взяли пробы воды и почвы, а ветеринары обследовали тушки падших животных. Что показали результаты анализов и какие версии выдвигаются? С подробностями Юрий Нестеров. Полная тишина. Поблизости нет даже ворон и сорок, как и других представителей степной фауны. Охотники Зимовниковского района рассказывают, сейчас рядом с сельхозугодьями уже не встретишь ни лис, ни зайцев. Дольше всего трупы находили в зарослях, среди деревьев. Я попытался пройти и что-нибудь найти, но не получилось. Охотники говорят, что как только выпал снег, он прикрыл почву и трупы находить перестали. Даже опытные охотники не припомнят, чтобы за короткий период времени погибло столько животных. На трупах не было никаких повреждений, но селяне заметили одну особенность. Внешне у них признаки пищевого отравления. Это кто в сельском хозяйстве живет, они представление имеют. В районной администрации подтверждают, есть факт отравления. Ветврачи установили пищевое отравление, поражение дна, желудка. Действующее вещество определить. Здесь нет реактивов и оборудования. На обращение охотников откликнулись в природоохранной прокуратуре области. В ходе обследования обнаружены 8 павших зайцев, 2 орла, 1 сойка. Внутренние органы зайцев направлены на исследование с целью установления причины гибели. Также специалисты взяли пробы почвы, чтобы проверить одну из версий. Местные жители предполагают, животные могли отравиться ядом, которым фермеры обрабатывают поля. Химикаты должны уничтожить мышей и уберечь будущий урожай. Но вместе с грызунами могли пострадать и другие животные. Если отталкиваться от гипотезы, что это все-таки отрава, так подействовала на животных, то мышь, естественно, сдыхает. Остается сверху. Ее уже есть лиса, хорсак, куница. Мышей ядами травят каждый год. В этот раз нашествие грызунов вынудило хозяйство обрабатывать большие территории. Возможно, были нарушены рекомендации. В идеале нужно закладывать отраву в норку и притаптывать землей. Но когда на один гектар сотни таких норок, это просто невозможно. Приходится техникой обрабатывать поля, поясняют эксперты. В Зимовниковской администрации срочно начали проводить беседы с руководителями хозяйств. Урожай, конечно, важно уберечь, но не ценой тотального истребления. У нас вопрос один как-нибудь немножко приостановить. Этот падеж мы не знаем, от чего и почему. Может быть травят, может быть эпидемия. Мы хотели бы эту ситуацию разрулить и узнать, чтобы нам администрация помогла. Пока версия с мышиным ядом не подтвердилась, в Зимовниках ждут заключения экспертизы. Охотники рассматривают следы и гадают, живы еще или нет звери, оставившие их. Юрий Нестеров, Олег Пудов, Руслан Вехтев, Вести Дон, Зимовниковск.